Всем привет! Новое видео на канале и сегодня старт продаж новых браслетов с NFC Mi Band 4. Всем полюбившийся браслет. Давайте его купим в м-видео. Я знаю, где его купить со скидками. Также будут ссылки в описании. Давайте начинать. Поехали! Вот такая вот обстановка. Почти Рождество. Я в рождественской футболке, а на дворе июнь месяц. 20 число и буквально дня состоялась презентация, ну, начала продаж новеньких Mi Band 4 с NFC на территории нашей с вами страны, Российской Федерации. Куплены они за 3,445. Как так сделать, если стоит 3,990? По ссылке в описании будет ссылочка, промокодик. Бегом в магазин и покупаем примерно 3,500-3,700. Ну а если у вас есть бонусы в м-видео, покупаем в м-видео. Как-то так. В общем, по покупке я вам все рассказал. И знаете, друзья, немножко лирики. У меня были Mi Band 1, 2, 3 не было, 4 не было. Я носил Honor Band 3 и, в принципе, до этого пользовался всевозможными умными часами, в том числе и Apple Watch 2, 3 и 4 серии. И, ну, как-то не примечалось мне покупать. Хотя я знаю, что до сих пор Mi Band 4 без NFC очень хорошо продается. И тоже оставлю ссылки на всякий случай. Самые выгодные предложения в описании к этому видео. Собственно, как мы отличаем? У нас несколько вопросов. Во-первых, внешний вид, они никак не отличаются. Есть небольшие нюансики, как их все-таки отличить от функции NFC и без функции NFC. Как они выглядят? Что поставляется? Работают ли карты? Какие карты работают? Какие банки работают? На эти вопросы, в этой распаковке, в этом первом знакомстве мы с вами и ответим. Я вам отвечу. Итак, все поставляется вот в такой вот коробочке Mi Band 4. И сразу, если вы будете держать разные коробки с NFC и без NFC, здесь написано NFC. Это первая примечательная особенность. Сзади коробочки у нас полностью все переведено на русский язык. Кто поставляет, кому поставляет. И очень важное отличие. Созданное, точнее сделано это все, упаковано, по крайней мере, в четвертом месяце 2020 года, то есть в апреле месяц. Собственно, давайте распаковывать и смотреть, как это выглядит все более близко. Комплект поставки. Сам браслет, зарядный кабель для капсулы и инструкция на русском языке. Как отличить Mi Band 4 с NFC для русского рынка или без NFC? Видите эту букву U в виде сенсорной кнопочки? Если вы ее видите, значит этот браслет с NFC. Если браслет без NFC, это будет просто кружочек. Внешний вид самого браслета не отличается ничем от обычной версии, кроме вот этой буковки U. Сейчас я уже предустановил вот такой вот Watch Face. В принципе, прикольно, нормально. Весь функционал от отслеживания сна, пульса, вашей активности, естественно, присутствует. Но самое главное, что здесь присутствует уведомление, погода, тренировка. Вот этот пункт. Это у нас с вами, друзья, карта. При активации этого пункта, погода, тренировки, карта. Откройте Mi Fit для того, чтобы добавить карты. Давайте сейчас мы с вами это и продемонстрируем. Это пакетик, в котором лежал браслет. Инструкция на русском языке. Это моя карта Яндекс.Денег. Она мастер-карт, поэтому должна подойти. На руке уже Mi Fit. Mi Band 4 с NFC. В общем-то, на руке смотрится, в принципе, неплохо. Друзья, посмотрите, всё очень хорошо. Реагирует у нас на запястье. Установил вот такой вот Watch Face. В принципе, неплохо. Как вам кажется? Напишите в комментариях. Браслетик, это он гипоаллергенный материал. Что-то среднее между силиконом и резиной. И главная примечательная особенность и отличие, это вот как раз-таки вот эта вот перевернутая буква U в виде сенсорной кнопки управления. В обычной версии это обычный кругляшок или кружочек. Хотите так и называйте. В общем, круг. Здесь это буковка U. Я не знаю, как отличить по коробочке. На коробке есть вот эта вот замечательная запись NFC. Здесь у нас есть кругляшок. В самом меню настроек на браслете есть пункт карты. Поэтому я думаю, что это именно та версия NFC, в которой можно расплачиваться бесконтактным образом с помощью карт MasterCard определенных банков. Но опять же, смотрите, друзья. Карты MasterCard, ну, наверное, в процентном соотношении 40 на 60. 40 это MasterCard, 60% визы на рынке. Поэтому, если у вас MasterCard или вы можете себе организовать карту MasterCard, если вы хотите оплачивать все с помощью браслета, который стоит 4 тысячи по акции 3500, это очень хороший вариант. Опять же, браслет всегда с собой. Он на руке, он отслеживает вашу активность, помогает справляться с какими-то уведомлениями, смотреть время, считать сердечный ритм. Ну и, собственно, не носить с собой телефон. Допустим, если вы сейчас пляжный сезон, если вы пошли куда-то купаться или еще что-то делать, и где-то хотите перекусить, купить-попить, купить шаверму или кукурузу на пляже, вы сможете оплатить бесконтактным образом. При этом это работает без телефона.